Добро пожаловать на канал Цвет настроения. Актриса Людмила Зайцева за свою карьеру в кино успела создать множество образов русских женщин. Она всегда была для зрителей такой своей, даже родной и близкой. Армен Дзигарханян как-то сказал про актрису, ты настолько народна, что тебя не будут узнавать на улице. На сегодня фильмография актрисы насчитывает более 60 кинокартин, многие из которых стали всенародно любимыми. Такие как «Здравствуй, прощай», «Азори здесь тихие», «Печки-лавочки», «Ксения, любимая жена Федора», «Маленькая Вера» и многие-многие другие. Еще будучи студенткой Щукинского училища, Зайцева влюбилась в сокурсника Сергея Милованова. Они не были расписаны, но актер почему-то всегда называл Людмилу своей первой женой. Милованов был красавцем и любимцем женщин и, находясь в отношениях с Зайцевой, очень много себе позволял. К тому же у Сергея была еще одна зависимость. После каждой своей неудачи он выпивал, а неудач было слишком много. И в какой-то момент, видимо, чаша терпения Людмилы переполнилась и влюбленные расстались. А через некоторое время на одной из вечеринок Зайцева познакомилась с инженером Владимиром. И вскоре молодые люди стали жить вместе. Их семья просуществовала около восьми лет. И, как говорила актриса, расстались они с мужем из-за того, что разошлись их интересы. Следующее судьбоносное знакомство с Зайцевой состоялось на пробах к фильму «Праздники детства», где она встретилась с актером из Минска Геннадием Ворониным. А уже во время съемок фильма «На Алтае» Воронин сделал Людмиле предложение. Расписались влюбленные после того, как вернулись в столицу. В 1982 году у них родилась дочь Василиса. Супруги прожили вместе более 30 лет. Они вместе росли в профессии. В Зайцево активно снималось кино, а Воронин окончил высшие режиссерские курсы, став сценаристом и режиссером. Геннадий Анатольевич в последние годы жизни сильно болел. Он перенес инфаркт и инсульт. Его не стало в августе 2011. Людмила тяжело перенесла утрату супруга. А вдове Зайцева смиренно, как верующий человек, приняла свое одиночество. Впрочем, сказать, что актриса осталась одна, будет неправильно. Ее поддерживает дочь и трое внуков. В настоящее время 77-летняя Людмила Васильевна живет в центре Москвы. Актриса редко снимается в кино и не играет в театре. Я просто живу по инерции, потому что надо жить, призналась в одном из интервью Зайцева. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Цветное Строение. И до новых встреч! Цветное Строение